Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Битва полов наконец закончилась после нескольких миллионов лет упорной борьбы. Мужчины победили, безоговорочно. Мы знаем это потому, что недавно был международный женский день, в этот день мы чествуем женщин. Но если вы внимательно посмотрите на женщин, которых мы чествовали, вы заметите, что многие из них не были женщинами, там были неуклюжие мужики. И это не случайно, на самом деле это блестящий образец гендерного джиу-джитсу, стратегия, достойная сунь-дзы. Мужчины, которые явно хитрее, чем кажутся, каким-то образом заставляют множество сознательных и образованных женщин восхищаться ими, как живыми образцами женственности. Подумайте, как трудно было бы продать эту идею. Я собираюсь украсть вашу идентичность, а затем высмеять и принизить неизменные характеристики, которые определяют вас как личность, и когда я это сделаю, вы будете улыбаться и аплодировать, а затем расскажете, какие вы свободные. Как насчет этого? Удивительная вещь. Это как наблюдать за розыгрышем, придуманным пьяными и циничными студентами из университетского братства Алабамы. Во время похмельного завтрака вы можете представить их в бейсболках, жующих табак, плюющих в кофейные кружки. Думаешь, девушкам это понравится? Ни за что! Они никогда на это не купятся! О, но они купились! Они купились, и продать это было не так уж сложно. Либералы поведутся на что угодно, если сочтут это модным и прогрессивным. И поэтому вскоре розыгрыш студентов из Алабамского университета дошел до Белого дома, где к нему отнеслись со всей серьезностью. Вот Джилл Байден и госсекретарь Тони Бринкен вручают награду в Международный женский день мужику в гриме. Альба Роэда — трансгендерная женщина, которую в Аргентине выгоняли из класса, запрещали сдавать экзамены, отказывали в трудоустройстве, подвергали насилию, и от которой отказалась семья. Но перед лицом этих проблем она работала, чтобы положить конец насилию и дискриминации ЛГБТКЮАЙ плюс в Аргентине. Вы видели, как Тони Бринкен боролся с естественным желанием уклониться, когда этот парень целовал его в Международный день мужчин в платье, уклоняться запрещено. Это может испортить сообщение для аудитории, а именно, «Эй, дамы, познакомьтесь с вашим новым героем, вот парень, который смеется над вами». И они приветствуют парня, хлопая как тюлени. И, наблюдая за этим, вы задаетесь вопросом, закончился ли феминизм? Давайте посмотрим, Рим пал! Да. Феминизму конец. Феминизм был разгромлен и разграблен вестготами трансгендерного движения. И если вы сомневаетесь в этом, обратите внимание, что в наши дни все женские награды достаются мужчинам. Вот Ричард Левин надел адмиральскую форму с юбкой и стал «Женщиной года» по версии USA Today. Уильям Томас носит женский купальник и номинирован на премию «Женщина года» по версии нас. Затем какой-то парень, называющий себя Фэй, через «и», стал лауреатом женского дня в компании Херша и так далее. Мужчины забирают все призы, предназначенные для женщин. Но это не все, что они крадут. Они также берут то, что прогрессивисты называют «живым опытом». Любой может надеть топ. Но настоящая разделительная линия — биология. Только у настоящих женщин могут быть менструальные циклы. Но уже нет. Все, что может делать женщина, мужчина может делать лучше. Это лозунг трансгендерного движения. И это включает спазмы. Смотрите. Почему? Хватит. Клянусь богом. Если кто-нибудь скажет «добро пожаловать в женственность», я просто взорвусь. К слову, о мэнсплейнинге! Это абсолютный мэнсплейнер, какой-то парень. Дамы, каждый месяц у вас может немного болеть живот. Позвольте мне рассказать вам, что делать в этом случае. Это слишком смешно. Если у мужчин могут быть месячные, они также могут забеременеть. И именно поэтому нам нужны легальные аборты. Чтобы мужчины не делали это в подворотне. Вот профессор правок Яра Бриджес объясняет. Вы упомянули людей, способных забеременеть. Вы имеете в виду женщин? Многие женщины, цис-женщины, способны забеременеть. Многие цис-женщины не способны забеременеть. Есть также транс-мужчины, способные забеременеть. А также небинарные люди, способные забеременеть. Значит, вопрос вовсе не в правах женщин. Мы можем признать, что это влияет на женщин, а также признать, что это влияет на другие группы. Эти вещи не исключают друг друга, сенатора Хоули. Итак, по-вашему, в чем состоит суть этого права? Итак, я хочу признать, что ваши вопросы носят трансфобный характер и делают трансгендерных людей объектами насилия. Вы отрицаете существование трансгендеров и делаете вид, что не знаете об их существовании. Я отрицаю существование трансгендеров, спрашивая вас, говорите ли вы о беременных женщинах? Верите ли вы, что мужчины могут забеременеть? Нет, я не верю в это. Вы отрицаете существование трансгендеров. Сколько времени эта женщина провела в северокорейском лагере по промыванию мозгов? Как долго она будет колебаться, прежде чем убить вас? Недолго. Итак, вот она, говорит сенатору Холли, прекратите защищать матриархат, сенатор! Аборт — личное дело мужчины и его врача, руки прочь от мужского тела. Аборт для мужчин. Кстати, СМИ соглашаются. Все мы говорили о том, что решение по делу Добса означает для женщин, но оно также имеет значение для небинарных и трансгендерных людей. Итак, я отправилась в Атланту, чтобы услышать от одного транс-мужчины о его опыте с абортом. Верите ли вы, что мужчины могут забеременеть и делать аборты? Да. Трансгендерные мужчины и небинарные люди могут забеременеть. Пока у вас есть матка, вы можете забеременеть. И если вы думаете, что доступ к услугам по прерыванию беременности позорит вас, когда вы определяете себя как женщина, представьте, что это такое, когда вы определяете себя как мужчина. Я ценю ваше упоминание о том, что есть трансгендерные мужчины и небинарные люди, которые полагаются на репродуктивное здравоохранение и услуги по прерыванию беременности. Где-то в университете Алабамы эти парни из студенческого братства делают еще один глоток и воют. Мы заставили их признать, что аборты для мужского тела. Мы заставили их смотреть видео в ТикТок, где какой-то чувак читает им лекции о менструальных спазмах. Мы заставили их отдать все женские награды мужчинам и при этом чувствовать себя добродетельными. Это самый смешной розыгрыш. Конечно, он устранил целую категорию человечества. Женщин. Так где же защитники женщин? Помните известные слова Глории Стайном? Если бы мужчины могли забеременеть, аборт был бы таинством. Теперь она идет на слушание, говоря, что мужчины могут забеременеть. Карадански, возможно, не голосовала за тех же людей, что и мы, но она единственный человек, который настойчиво защищает права женщин на существование. Она президент американского филиала Women's Declaration International и автор книги «Отмена пола». Сегодня она с нами. Карадански, спасибо, что присоединились. Извините, что смеюсь над этим. Поскольку это, конечно, уничтожит цивилизацию. Но удивительно, как все эти сознательные и образованные люди говорят такое, по сути, показывая огромный средний палец всем женщинам. Действительно, это ужасно. Спасибо, что пригласил. Присуждение премии для храбрых женщин-мужчин в Международный женский день, конечно, ужасно и отвратительно для феминисток, в том числе для меня, как борца за права, личное пространство и безопасность женщин и девочек. И также это не ужаснее других шагов, предпринимаемых для искоренения женщин и девочек в нашем обществе. От нас ожидают принятие мужчин, утверждающих, что они женщины, будь то просто на словах или путем гормональной и или хирургической терапии, проводимой с целью выглядеть, может быть, немного как женщины. И все мы просто должны принять это и согласиться. Я хочу коснуться твоего утверждения, что феминизм мертв. Я здесь, чтобы заверить зрителей, что феминизм жив. Но я соглашусь с тобой, что мейнстримные феминистские организации, утверждающие, что они феминистские, включая Planet Pornhut, Национальную организацию женщин и Национальный центр по правам лесбиянок, полностью подконтрольны тому, что является индустрией, продвигающей права мужчин. Я соглашусь с этим. Но среди левых, среди нас есть те, кто зовет себя радикальными феминистками, и мы не перестанем бороться за женщин и девочек. Считаете ли вы, в смысле, у обычного человека нет права голоса ни по одному вопросу в этой стране? Но оскорбительно ли это для среднестатистической женщины, как мужчина, которому, конечно, нравятся женщины? Мне трудно представить себе что-то более оскорбительное. Женщины считают так же? Я так думаю. И на днях я видела интересный опрос, согласно которому, среди людей, считающих себя очень либеральными или либеральными, около 70-75% таких людей знают, что пол реален, что он не меняется. Когда ты ссылаешься на согласных с этим либералов, конечно, ты совершенно прав, что демократическая партия продвигает это. И своего рода демократическая либеральная элита продвигает это. Но обычные американцы любых политических взглядов не согласны. И я абсолютно уверена, что среднестатистические американские женщины считают это оскорблением. Хотя они могут не осознавать того, что это так же оскорбительно, как и так называемое движение трансгендеров, существующее много лет. Это так. Это так. И я признателен вам за эти слова. Спасибо. Возможно, появиться на этом шоу не было естественным шагом для вас, но я рад, что вы это сделали. Большое спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова